Приветствую всех! Меня зовут Наталья. И сегодня я хотела бы с вами поделиться. Нет-нет, не секрет, не долголетие. Надеюсь, это будет гораздо позже. А своей деятельностью, которая приносит мне радость, удовольствие и качество жизни. Ну, небольшое вступление. Что нужно неработающему пенсионеру? Конечно, движение, общение и деятельность. В активном долголетии моего любимого и родного города Балашиха все это представлено в больших объемах. Движение – это плавание, танцы, теннис, ФВК различных видов, скандинавская ходьба. Список можно продолжить. Общение – это друзья, подруги, коллективы по интересам. Это экскурсии и поездки в разные города. Это посещение культурных площадок города, на которых происходят различные интересные события. Но я про деятельность, про свою. Некоторые результаты моей деятельности вот здесь представлены. Первое, что я посетила, это, конечно, так называемая труботерапия в нашем активном долголетии. И чем понравилась мне эта труботерапия? А тем, что мы начинаем с нуля, а результатом является некое изделие. Я не боюсь этого слова. Даже очень красивое изделие. И даже то, которое можно подарить, повесить, сделать фотографии, отправить друзьям, поделиться. Я очень давно мечтала заниматься ручным творчеством, но на это не было ни сил, ни времени. И вот, наконец-то, я пришла. Каждый приходящий на наш мастер-класс говорит одно и то же. Ой, вы знаете, у меня руки крюки, я боюсь, у меня не получится. А мы все смеемся, потому что каждая из нас пришла с такими словами. Чем хороша вот эта вот деятельность? Тем, что она доставляет необыкновенную радость. Радость от творчества. Радость от того, что ты для кого-то это делаешь, и кому-то это даришь. И тебе нравится дарить, и хочется это делать. От того, что всегда можно сделать небольшой, но красивый презент. Потому что ты научена колоссальному количеству технологий и техник на занятиях. Это и рисунок, это и корзиночка, и куклы, и игрушки, кстати, которые мы шьем для детишек. Вот здесь представлены некоторые из моих изделий. Я хочу остановиться вот на чем. Считается, что вот бытует мнение, что это очень затратное занятие. Нужно много покупать, нужно много иметь. Да, пожалуй. Ну вот, например, вот эта, это бутылочка из-под йогурта. А обернута она тряпочкой, которой мы все моем посуду. Копеечная. А вот эта кукла, кукла-вербница. Сегодня вербное воскресенье, я вас с ним поздравляю. Она сделана вообще из остатков ткани. Из этой же ткани сшита вот эта вот игрушка, которая мне доставила массу удовольствия. Такое выражение лица у кота, что очень-очень мне нравится. И по поводу рук, которые крюки. Правда-правда, уже не те руки, конечно, как в молодости. Но не поверите. Четыре месяца я занимаюсь очень плотно рукоделием. Много изучаю я сама. Смотрю ролики. Пытаюсь что-то освоить. К сожалению, осваиваю не все. И не все получается. Но и руки стали работать лучше. Стало лучше зрение. Я читаю мелкий шрифт. Не поверите. Я запоминаю тексты гораздо большего объема, чем раньше. И все это благодаря рукоделию. Потому что развиваются нейронные связи, которые позволяют все это запоминать. Следующее, о чем я хочу сказать, это о канале Дзенни, который я веду. У меня немного подписчиков. Прямо скажем, совсем мало. Но это мои близкие друзья и родственники, которые звонят мне раз в год. Говорят, ой, мы все про тебя знаем. Потому что там я делюсь своими впечатлениями, находками, своими творческими придумками, которых у меня большое количество. А еще я записываю ролики и выкладываю их на YouTube. Это ролики, правда, адресные. Они предназначены для моих соратниц по партии. Тех, которые занимаются со мной рукоделием. И уровень, и подготовку их я знаю. И мне тоже это очень нравится делать. А еще хочу в заключение сказать, что вот этот жизнь по квадрату, туалет, кухня, диван, телевизор, это не очень интересная жизнь. А вот в нашем активном долголетии все интересно и замечательно. И деятельность, которую вы для себя найдете, это принесет вам радость, качество, настроение, удовольствие. Я всем желаю найти себе деятельность и благодаря ей поправить здоровье. Всем здоровья! Спасибо за внимание!